Шалом, уважаемые дамы и господа, уважаемые семьи, дети и взрослые, которые оказались в Израиле. Обратите внимание, Всевышний своих сыновей собирает во всем мире, особенно сыновей, которые говорят на русском языке, которые с разных стран собираются в Израиле. Многие из них даже и не думали, и не гадали. Вдруг они очутились в стране Востока. Причем радикального такого Востока. Можете себе представить, как тяжело, сложно. И я не начну, как начинали все мои предшественники когда-то. Ты знаешь, я там уже живу столько лет. И ты начинаешь тебя наставлять. Особенно все вот эти израильские местные, такие вот самоутвержденные и самодостаточные как будто люди. Они начинают тебе говорить о каком-то патриотизме, о каких-то вещах. Вы знаете, в Израиле это страна Бога. Страна для всего мира. Все религии в мире, они с трепетом говорят про эту страну. Страна, где, мне кажется, у каждого человека открывается какое-то второе дыхание. Но есть очень много испытаний. Испытаний, которые, наверное, нигде таких испытаний нет в мире, как там. Поэтому я всегда советую, господа, вера в Бога. Это единственное, что в этой стране может дать человеку возможность прожить. Те евреи, которые туда приехали, у них должно открыться, должна во всяком случае открыться любовь к ближнему. Потому что вокруг свои. И очень часто эти свои относятся к тебе не как свои. И тебе странно. Настроился на одно. Вы знаете, чем, как говорят на иврите, ки годеля цепьет, годеля ахзавод. Чем больше у тебя надежд, тем больше у тебя потом разочарований. Оно все параллельно. И в этот момент ты понимаешь одну вещь. Ты, который в трех-четырех поколениях вообще не был связан ни с Торой, ни с Израилем. Приезжал туда только отдыхать. Часто должен там жить. Очень сложно. Но, с другой стороны, это великая страна, великое место, где сам Всевышний. Написано от начала года до конца года. Все там подчинено Богу. Но очень многое зависит от людей. Потому что Бог дает им право выбора. Если мы откроем глаза, точнее, если Бог откроет нам глаза, мы увидим, что Эрец Исраиль – это великая и духовная земля, которую нужно просто полюбить. Не случайно царь Соломон, великий царь Соломон, я думаю, что лучше психолога с этой точки зрения за три тысячи лет не было. Тем более в его бытность не было не только психологов, не было и философов, не было вообще никого. Этот человек написал такую фразу в книге Мишлей. «Все грехи покроет любовь». И это можно по-разному интерпретировать. Здесь, в данном случае, если ты любишь эту землю, то все какие-то отрицательные моменты твоего бытия, твои абсорции, они скроются под этим понятием любовь. Шалом шоу.